здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео рассмотрим отзыв и обзор романа федора михайловича достоевского преступления и наказания тварь я дрожащая или право имею задавал себе вопрос радион раскольников подробно рассмотрим эту книгу с точки зрения современной психологической литературы которая вышла в двадцатом веке также посмотрим на это с точки зрения того как эта книга повлияла на современный кинематограф и сериальное производство смотрите в этом видео я читал этот роман впервые в 2021 году несмотря на то что конечно же мы проходили его в школе но тогда я точно помню я его не читал почему не могу об этом сказать потому что не помню читал я его в вот в таком увесистом фолианте еще издание советских времен издание издательства советской россии 1981 года роман известный роман про мучения раскольникова сони мармеладовой похождения сведри гайлова похождения разумихина и рассказ о недюжином уме порфирия петровича так его описывают во многих источниках в интернете а к этому роману в самом начале предлагается довольно таки увесистая статья латыниной которая называется идея родиона раскольникова в которой она подробно описывает как это было принято в советское время описывает о том о чем же этот роман и не школьники которые читают могли прочитав эту краткую рецензию могли из нее для себя выбрать некоторые предложения обороты или даже целые абзацы для того чтобы вставить в свои сочинения что в общем то они и делали и начинает латынина с такой фразы бедный студент радион раскольников доведенный до отчаяния нищетой бедственным положением матери и сестры обдумывает способ разом покончить с нуждой ему приходит на ум мысль убить старуху процентчицу деньги которой к тому же бессмысленно по его мнению пропадают завещаны на монастырь эта мысль которая пришла раскольнику внезапно тварь я дрожащая или право имею я бы коротко ответил преступление и наказание федора михалыча достоевского он работал над этим романом в течение двух лет в 1865 1866 годах и впервые опубликовал его в журнале русский весть под на 1866 году а потом немного его отредактировав и сократив некоторые линии выпустил в виде отдельного издания напомню о том а что же происходило в россии и в мире в 60-х годах 19 века гражданская война в америке в 1861 65 годах между севером и югом север это свободные штаты а юг это конфетерация рабовладельческих штатов в японии это десятилетие прославилась окончанием периода бакумацу и окончанием правления сёгуната токугавы когда сёгунат и во главе с сёгуном токугавы юсинобу практически был вынужден упразднить сёгунат и передать власть императору без военного противостояния реставрация мэйдзи конечно же не обошлась а что же в россии как мы знаем в россии в начале одна тысяча восемьсот шестьдесят первом году александра вторым было отменено крепостное право однако отменено она была как мы знаем из истории на кабальных для крестьян условиях выкупные платежи и отработка как какого-то времени на помещика и и видимо отмена крепостного права стала отправной точкой в размышлениях раскольникова о правах отдельного человека но эти размышления как мы видим завели его не туда мы могли бы сейчас начать пересказывать сам роман сюжет которого известен мы могли бы начать пересказывать отзывы которые есть в интернете рецензии которые есть в интернете или других книгах или же я бы мог зачитать вам рецензию латынины из того экземпляра который есть у меня однако я хотел бы остановиться на другом и посмотреть на действия раскольникова и на этот сюжет с точки зрения той философской и психологической литературы которая вышла уже через век то есть в двадцатом веке начать я хотел бы с соединения скажем так достоевского и эрика хофера у эрика хофера вышла практически только одна известная книга это истинно верующий в россии она сейчас продается под названием человек убежденный у меня вот такой экземпляр практически это сам из дат и мы помним что раскольников хочет спасти мир и он откуда-то у него возникает ненависть к старухе проценщицы к несправедливостям этого мира и он решает что он может покончить с этой несправедливостью раз и навсегда и он ненавидит старуху проценщицу за то что она так удобно устроилась в этом мире она берет в заклад она берет какие-то драгоценные вещи допустим драгоценности ювелирные украшения портсигары серебряные или часы и так далее и в замен дает суду то есть деньги то есть это старуха проценщица по сути по современным меркам она индивидуальный предприниматель но однако же раскольников несмотря на то что он учится на юриста учился на юриста пока его не очистили почему он не смог додуматься до этой мысли что эта старуха проценщица она зарабатывала на жизнь своим трудом своими мозгами по сути возможно что в самом начале ее пути у нее ничего не было возможно что она начинала также допустим с заемных денег но раскольников этого не видит и он ненавидит старуху проценщицу давайте посмотрим что про ненависть пишет эрик хофер это параграф 69 тесная связь между ненавистью и нечистой совестью видна из того что ненависть чаще возникает из презрения к самому себе чем из законной претензии винить во всем других это громко шуметь с целью заглушить внутренний голос собственной вины за каждым бесстыдным словом или действием за каждой попыткой оправдать себя сваливая вину на других всегда стоит нечистая совесть то есть раскольников который ненавидит старуху проценщицу по сути если мы посмотрим на это через хофера он презирает самого себя за то что он сам не смог также также у хофера есть другой текст если мы посмотрим внимательно на действие раскольникова на его размышления на его статью то чем он занимается по сути он занимается не собой он пытается решить какие-то вселенские вопросы не решив самого главного вопроса своего жизненного вопроса как быть самим собой как учиться как найти себе приработок как решить вопрос жильем и так далее но он не занимается собой он занимается думанием о других людях которые о нем не думают потому что эти люди заняты самими собой давайте еще раз посмотрим вот на эту часть жизни раскольникова через хофера в десятой главе хофер пишет своими собственными делами человек больше занимается тогда когда они имеют смысл в противном случае он бросает свои бессмысленные дела и лезет в чужие а хоферта жил через практически 100 лет после выхода преступления и наказания но возможно что он его читал и так четко обосновать вот этот посыл человека который говорит что я спасу мир от этой старухи-проценщицы потому что она такая-сякая при этом он забывает о себе забывает о себе источника я сейчас не найду потому что этого себя просто нет он не смог вырастить этого себя внутри себя поэтому тут даже разговор какой-то получается беспредметный и дальше он дает деньги которые прислала ему матушка он отдает погибшему вдове погибшего мармеладова потому что видите ли он ее пожалел опять вспоминаем что человек занимается своими делами когда они имеют для него смысл а раскольников не занимается своими делами потому что они для него не имеют смысла и он бросает эти бессмысленные дела и начинает помогать мармеладову убивать старуху-проценщицу и так далее это если мы посмотрим по хоферу это я прочитал только две две а два отрывка из хофера можно взять еще один так чтобы как бы тут три отрывка которые подытожат наше рассуждение через эрика хофера мы гораздо смелее когда добиваемся лишнего чем когда добиваемся необходимого поэтому часто начинает отказываться от излишнего мы начинаем терять и необходимые это фраза это 24 слова короткая я вам ее полностью зачитал характеризует старуху-проценщицу мы гораздо смелее когда добиваемся лишнего да возможно у нее были излишки они у нее были даже не не даже не невозможно а да так и так оно и было у нее были излишки из которых она допустим платила лизоньки платила еще может быть кому-то за помощь или еще за что-то были излишки мы гораздо смелее когда добиваемся лишнего чем когда добиваемся необходимого а у раскольникова было ли хотя бы что-то необходимое необходимое чтобы заплатить за еду жилье и так далее и он вроде бы в какой-то момент у него наступает просветление когда он пишет статью о том имеет ли он права или тра тварь кон дрожащая и отправляет ее в журнал так он же и забывает об этом сразу он забывает об этом сразу не дождавшись ответа и он думает что и статью не приняли оказывается что и статью приняли и гонорар выплатили на гонорар можно было бы жить какое-то время а не ходить по кабакам спуская материнские деньги это по хофферу у нас есть еще одна книга через которую тоже книга 20 века от нобелевского лауреата конрада лоренца агрессия так называемое зло у раскольников уже есть агрессия агрессия на мир агрессия на среди гайлова на старуху-проценщицу а что такое агрессия агрессия как пишет конрад лоренс это инстинкт инстинкт который самонакапливающийся и саморазряжающийся какие есть пути у раскольникова чтобы разрядить этот инстинкт учеба первое второе написание статей третье переводы который который предлагает ему разумихин какой-то момент при которых он отказывается кроме этого физические нагрузки как можно представить инстинкты в виде допустим колбочек высоких высокие колбочки и каждый инстинкт он накапливается 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 и и чем он ближе этот инстинкт если он не разряжается если мы не куда-то не канализируем этот инстинкт допустим агрессию или допустим голод это тоже инстинкт если мы не канализируем эти инстинкты то они выплескиваются переливаются через эту колбу а у раскольникова вот этот перелив это канализация пошла через убийство старухи проценщицы конрад лоренц 20 век нобелевский лауреат объясняет нам что происходит в преступлении наказание которое было написано и опубликовано в начале второй половины девятнадцатого века и еще одна книга американского автора у вас тут конрад лоренц это не немец авто австриец эрик хофер американец и еще один американец который из которого я возьму только лишь одну картинку я рекомендую вам эту книгу прочитать и посмотреть если вы читали преступление наказание посмотреть на преступление наказание через эрика берна игры в которые играют люди а у эрика берна есть картинка но она позаимствована эриком берном из трудов исходных то есть это треугольник карпана который включает в себя спасителя палача и жертву суть треугольника карпана в том что есть три объекта 3 3 субъекта это жертва преследователь и спаситель по сути в преступлении наказание у нас есть по мнению раскольникова спаситель это он преследователь это старуха-проценщица которая преследует тех кто не может вернуть ей долг а те кто не может вернуть ей долг это жертвы но совершая преступление раскольников становится кем он становится не спасителем он становится сам жертвой этого треугольника карпана Потому что он поворачиваться может в любую сторону, в треугольник Карпмана. И спаситель может превращаться в преследователя, жертва может превращаться в спасителя и так далее по кругу. Кроме этого, Эрик Берн пишет о том, что есть три состояния психики. Совсем коротко про это затронем. Это родительская часть, взрослая часть и часть, которая называется ребенок. Так вот Раскольников, как мне кажется, никогда на протяжении всего романа никогда не находился в состоянии взрослой, зрелой части. Несмотря на то, что уже сейчас есть критика подхода Эрика Берна и есть исследование о том, что никаких родителей, ребенков и взрослых не существует. Это одна из тех концепций, через которые мы можем посмотреть на действия Раскольникова. Раскольников, он находится в таком состоянии, что ему кажется, что старуха-проценщица должна ему что-то сделать. Должна вернуть заклады тем, кто их заложил. Должна не требовать денег от тех людей, которые ей должны. Но самая постановка вопроса, что кто-то должен, это родительское состояние. Попытка кого-то спасти и помочь, в кавычках, от всей души, это состояние ребенка. Потому что, как пишет Эрик Берн, ребенок это добрый человек, отзывчивый человек. Вот он и отзывается, это помогает родне Мармеладова, который попал под конку, отдав им последние 20 или 25 рублей, которые передала ему матушка. То есть, мы не видим здесь ни капли зрелой личности. И даже когда он приходит сдаваться в полицию, то я думаю, что и в этот момент его приводит не взрослая зрелая часть, а родитель. Который говорит, ты должен понести наказание. А если появляется слово должен, это родительская часть. Опять же, с точки зрения Эрика Берна. И посмотрев на этот роман «Преступление и наказание» с точки зрения трех авторов 20 века, я хотел бы еще одну часть, последнюю часть, перед тем, как мы попрощаемся записать, которая касается наследия преступления и наказания Достоевского. То есть, что мы получили, что мир получил, благодаря тому, что это произведение существует. Практически все современные американские фильмы построены на структуре романа «Преступление и наказание». И в Америке «Преступление и наказание» является одним из самых продаваемых иностранных романов в США. Я думаю, что это из-за того, что в США довольно-таки многое количество людей хотят писать сценарий для кино. Они поступают на курсы сценаристов, занимаются самостоятельно, покупают книги, как писать сценарий. И покупают по советам тех, кто уже пишет сценарий, покупают и Достоевского «Преступление и наказание». Конечно же, в переводе на английский язык. И возможно, я не утверждаю со стопроцентной вероятностью, что именно «Преступление и наказание» Достоевского было построено по трех частной структуре. То есть, из трех частей. Первая часть – завязка. Первые 20%, первая, пятая часть сюжета. Потом основная часть – 60% сюжета. И финал. То есть, это последние 20% сюжета. Я, зная о том, что есть трех частная структура в кино, я специально заметил на страницах, вычислил те страницы, на которых заканчивается первые 20%, и заметил те страницы, на которых начинаются последние 20%. И выписал оттуда, что же на этих страницах происходит. Я делал расчет как с учетом эпилога, так и без учета эпилога. Но, однако, там различия получились небольшие. В пределах трех-четырех страниц. И, когда заканчивается первая часть, то есть, заканчивается первые 20% повествования, то Раскольников уже совершил преступление и идет искать то место, в которое ему положить украденные вещи. Вот что пишет Достоевский. Он пошел по Неве по В-му проспекту. Мысль показалась безошибочной. Это он думает о том, куда ему спрятать заклад. Дальше идет у нас развитие сюжета. Начало последней части. Это начало последних 20%. Дуня вспыхнула, а потом встревожилась. Он отвратился и пошел от нее к окну. Она вышла в тревоге. То есть, Дуня беспокоится за брата. Она не знает, что с ним происходит. И это уже приближает нас к развязке. И начиная вот с этих слов, нас автор подводит к финалу. То есть, к признанию, к тому, что Раскольников сам идет и признается в своем преступлении, не выдержав душевных мук. И сейчас я вам покажу еще одну книгу, откуда я, собственно, узнал о том, что есть трехчастная структура, которая эта книга переиздается уже с середины 80-х годов прошлого века. Это Сид Филд, киносценарий. Сид Филд сам сценарист американских фильмов. И он анализирует о том, какие сценарии выходят, какая у них структура, как лучше организовать сюжет, завязку, развязку, середину, кульминацию и так далее. И вот он как раз отсюда я узнал про трехчастную структуру. Про 20% и так далее. И после того, как я прочитал об этом, эту книгу я еще не дочитал, она у меня заложена где-то чуть дальше середины, то я, читая Достоевского, понимая о том, что Достоевский это более раннее произведение по отношению к киносценарию, находил в Достоевском вот эти части. Практически мы попадаем, особенно с первой частью, с завязкой, которая идет при готовлении к убийству и самого убийства старухи-проценщицы, мы как раз попадаем на эти 20%. И последние 20% о том, что это наказание. Так, и в чем еще особенность преступления и наказания? В том, что в нем возможно, что это первый детектив, возможно, что это книга, в которой впервые был представлен обратный детектив, то есть, когда читатель знает о том, кто убил, а следователь не знает о том, кто убил. Самый знаменитый сериал, который мы знаем на текущий момент, в котором зритель знает, кто убийца, а следователь не знает, кто убийца, это сериал о лейтенанте Коломбо, который знаменитый, который вышел в количестве 69 серий, который продолжался практически с 1967 по 2004 год. То есть это почти 40 лет. И возможно в 2007 или 2008 году сняли бы еще одну серию, 70-ю, круглую серию, юбилейную серию. Но, к сожалению, у актера, у Питера Фалька обнаружилась деменция. И он вскоре умер. Но все равно положил начало таким детективам, а это называется обратный детектив, положил начало это Достоевский в своем преступлении и наказании. Я сделал такой обзор, то есть мы посмотрели на это произведение немножко с другой стороны. Не с той стороны, с которой смотрят обычно при написании сочинений, когда пишут о тварь он или не тварь, право или не право. Или пишут про страдания Сони Мармеладовой, или про Дуню, или про Свидригайлова и так далее. Находя эти образы в других романах или же в реальной жизни, в реальных людях. Вы посмотрели с другой стороны. Я благодарю вас за внимание, за то, что вы провели со мной эти полчаса. Подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик, уведомления. Посмотрите другие видео. В описании будут ссылки на эти видео. До новых встреч!